Когда приходят ребята, участники студенческих отрядов или просто молодежь, в наш музей, я показываю, рассказываю об этой фотографии, которая у нас в архивах сохранилась в очень-очень маленьком формате. Ее специально увеличили и показывают. Работы у нас тут разные. Прошлой неделе мы засыпали лифт, то есть брали носилки по два человека, несколько было с лопатами, загребали вот, например, эти горы песка и относили в лифт, засыпали шахты. В общем, можно было месяца 3-4 жить после этого, месяц проработавши. Ну, с учетом того, что ты живешь в общежитии, плюс еще степендию получаешь. Можно было 3-4 месяца жить. Я даже такую фразу говорила, после чего меня всегда ребята белорусские, ну, так, немножечко подкалывали. Я говорила всегда, а здесь лучше, чем в Омске, всегда говорила так. И ребята меня из этого подкалывали, говорят, ну что, здесь лучше, чем в Омске останешься и так далее. Какой был город Минск после Великой Отечественной войны? Именно с этих субботников, воскресников по восстановлению нашей страны, я так считаю, частично зародилось туда отрядовское движение. Потому что тогда, после войны, после вот всех перенесенных горестей, народ был настолько воодушевлен и стремился восстановить и быстрее наладить свою жизнь, что были готовы работать сутками. Примерно так же работать были готовы те ребята, которые мы называем сейчас первопроходцами, первостроителями, которые впервые выехали на целинные земли Казахстана. Это вот именно их фотографии для уже выполнения строительных работ. Причем 1963 год считается началом развития студотрядовского движения. Я вот первый раз устроился на работу, вот. То есть это мой первый раз, первый личный опыт. Вот. И, ну, решил, потому что, чтобы, ну, помочь родителям и чтобы сам заработать денег и для опыта тоже. Универ предоставил такую возможность. Я решил, почему бы и нет. Вот. Ну, мне нравится. Я прихожу, вот, например, если как сейчас, в 2 часа начинается рабочий день, я прихожу в алкотестер дышу, потом расписываюсь, отмечаюсь и все, приступаем к работе. С ребятами мы пошли в стройотряд, чтобы летом хоть какое-то было занятие. Ну, и подзаработать, конечно, на каникулы. Работа в стройотряде умеет много достаточно льгот. Первая льгота, что у нас не берут подоходный налог, а именно 13%. А также нам в нашем университете обещают скидку на обучение. Поэтому у нас ребята и пошли. Рабочий день длится 8 часов плюс час на обед. Также мы в рамках стройотряда проводим собрание, где обсуждаем, на какие мероприятия пойдем. В среду прошлую мы ходили в музей Великой Отечественной войны. Я поеду уже четвертый сезон, четвертую целину. Буду командиром проекта ВМС «Всебелорусская молодежная стройка. Город молодости» 2023 на городе Островец на Белое С. Первая целина была тоже на Белое С. Я был бойцом отряда, это в 2020 году было. В 2021 я поехал уже командиром отряда на Белое С. В 2022 я поехал на космодром «Восточный» командиром отряда. И в 2023 я уже еду командиром проекта на Белое С. На строительстве Белое С мы занимались малярными работами. Ну, два года назад малярными работами мы красили брызгалы, РДС. Первый год я укладывал плитку керамическую в молодежном центре. Ребята из моего отряда были электриками, штукатурами, шпаклевщиками. Ну, то есть все виды работы. Вообще, я начала свой студенческий путь в России. Непосредственно я сама из России родилась там и жила. Азлтайский край был, мой первый отряд. Это отряд снежного десанта, патриотический отряд. Мы выезжали помогать бабушкам, дедушкам, школьникам. Далее это была стройка, космодром «Восточный». И непосредственно на школе трудовых проектов в Москве в 2019 году меня отобрали в Беларусь. Это была моя мечта безумная, с детства попасть в Беларусь, посмотреть, что это за страна, какие города есть. Я поехала на свою первую стройку. Это ВМС «Город молодости». Всебелорусская стройка очень масштабная была. И белорусские, и российские отряды были. И после этого мы очень тесно начали работать с белорусскими отрядами, что в дальнейшем, в 2020 году, меня пригласили на производственный проект «Атлант». Порядка, наверное, около 13 отрядов было. Ребята получают при помощи «Атланта» непосредственно профессию «Слесор-сборщик бытовой техники первого разряда» в течение двух месяцев, в которых они работают на «Атланте». И при этом мы еще с ними проводим различные мероприятия. Это спортивные, творческие мероприятия. Также мы их в театр вводим, чтобы ребята просвещались со всех сторон. Плюс это различные музеи, патриотические какие-то акции тоже. Вот это тоже очень интересный альбом, памятный. Это отчет о работе отряда, который выезжал на строительство как раз вот этого поселка Кичера имени 18-го съезда в ЛКСМ, 1978-1982 год. Чем интересен, когда приходят студенты, они смотрят, в каких условиях жили и работали тогда ребята, такие же их сверстники, и видят, какие объемы работы они выполняли, когда сразу их высаживают полностью в степи, когда они вырубают эту просеку, когда строят там жилые поселки и в жару, и в холод, и в снег. А дальше еще есть кадры, вот уже детский сад, на там родилось 22 коренных бамовца, если так можно сказать, белоруса. В нашем университете, в Брестском государственном техническом университете, у нас после второго курса объектная практика, и по инициативе деканата, ректората, нас решили направить на республиканскую стройку в мемориальный комплекс Хатынь, на реконструкцию. Вот, и мы сформировали быстренько стройотряд, и это моя первая работа в стройотрядах была. Было демонтаж бутового камня, там подсыпка под полы, в новом музее делали песчаногравийную подсыпку. Вот, а потом увидели то, что мы все-таки учимся на ПГСе, на промышленном и гражданском строительстве, что-то дознаем строительстве, вот, и далее начали давать более такую ответственную работу, там, в конце мы вообще работали с чертежами, ну, это, лично мы, мы там делали траншею для фундамента, вот. Вот, а так, вообще всем, что возможно, все работы, все монтажно-строительные работы, которые проходили в Хатыни, все мы занимались. Я еще в прошлом году хотела стать бойцом студенческого отряда, пойти работать контролером, но так как очень большой конкурс, у меня не получилось, вот. А в этом году выпала такая возможность, чему я очень рада, но мне очень нравится. Ой, нас здесь очень хорошо приняли. У нас была 4 дня стажировка, нас стажировали опытные контролеры, а сейчас мы уже сами работаем, как полноценные контролеры, уже без наставников. Хатынь – это величественный объект, это историческая память для каждого, наследие нашей страны, потому что Хатынь нам показывает сторону страданий и скорби тех времен, которые пережил наш народ. И наш отряд мне лично посчастливилось приложить частичку труда к возведению, наверное, векового монумента, который будет еще дальше стоять и напоминать об истории, живую показывать. Мы жили в самом Минске, вот это в 6 утра вставали, в 8 мы ехали на окраину Минска, нас забирали. Получается, в 9 мы приезжали и работали до 5-6. До 5-6 там, у нас 2 отряда было, и вот так вот менялись по маршрутам. Потом, получается, в 7 приезжали только, и 8 были в общежитии. То есть там какой-то другой деятельности особо не было. Мы и так, как бы отрядом, да, естественно, там гуляли по Минску, в музеи ходили, ну, это как бы по своей инициативе, потому что сил на жаре работы не остается ни на что. Ну, это вообще возможность испытать себя в стройотрядах. Это возможность поработать в различных сферах. Вот, допустим, я как командир выступлю, это возможность посмотреть на себя как руководителя. То есть где-то какие-то моменты в самом себе, ну, в саморазвитии. Молодежь, как бы пока молодой, должен себя развивать, в себя вкладывать. Это большая возможность, да, и поучаствовать в грандиозных проектах, там, послании президента, задать вопрос о республиканской молодежной стройке. В последнее время стало модным ругать молодежь. Говорят, что молодежь уже не та, что утрачена преемственность поколений. Но я хочу вас заверить, что это не так. Я боюсь тут отряда. И десятки тысяч таких, как я, работают. И будут работать на благо нашей страны. А чтобы доказать это, просим доверить Барсеям участие в создании республиканского патриотического центра на Кобринском укреплении Брестской крепости. И по хорошей традиции объявить этот объект всебелорусской молодежной стройкой. Мы изучим это ваше предложение. Тем более вы мне люди не чужие, родные. Я дважды был в студенческом отряде. Если молодежь и БРСМ, и вы к этому подключитесь, я буду очень рад объявить эту стройку молодежной стройкой. Тем более в Хатыни вы нас не подвели. Ну а здесь всячески будем стараться помогать. Я надеялся, что поддержат меня в этом вопросе. Я даже другого себе представлять не мог. У меня другие какие-то мысли и не лезли. Просто было очень волнительно. Я понимаю, какая ответственность на мне лежала. То, что вся страна мне еще с университетами его пишет, то, что вон я когда стою в очереди, Сема, мы тебя видим. Ты там, ну я после того, как уже задал вопрос. И очень много вот начало писать. Я на тот момент осознавал, насколько это волнительно, насколько это ответственно. И каких-то даже лишних мыслей себе в голову не пускал. Потому что и так был стресс большой. Сейчас в июне мы будем строить садик. Это областная стройка. А после начала работ на Республиканском молодежном патриотическом центре пойдем поработать туда. Получаю специальность юридического международника со знанием иностранных языков. Предложили летом пойти поработать на стройку. Ну я не отказался. Искали, заплатят. Поэтому решил прийти. С ребятами работаем. Сейчас носим арматуры, копаем, убираем на этажах, на всех. Стоит отряд первый раз пошел работать. И раньше был опыт работы подсобным рабочим. Только в школе помогал тоже рабочим и техническому персоналу убираться. Предлагали еще в какие-то летние лагеря. Может вожатым пойти. Мне просто больше нравится какой-то физический труд. Поработать руками. Мне это как-то проще, роднее, так сказать. Чувствую себя как рыба в воде. В 2021 году после проекта я уехала на месяц в Омск и решила, что все равно приеду сюда и здесь уже буду работать дальше на движение, на студенческие тады, чтобы их дальше развивать. Ну и плюс нашла, так сказать, в отрядах свою, так сказать, любовь, наверное. Мой молодой человек непосредственно был в отряде. Мы начали очень тесно общаться. И в дальнейшем он уже сам распределился на Атлант. Сейчас там работает по распределению. Ну и непосредственно уже вместе живем. Мама, к сожалению, дома. Да, она в России осталась. Я всегда очень переживаю из-за этого. Всегда я говорю, мама, давай сюда приедем. Здесь очень хорошо, очень комфортно, чисто. Все настолько, я не знаю, как бы так сказать, по-доброму. Наверное, в Сибири из-за морозов, из-за холодов мы все-таки урюмы и там бываем. Но мне здесь очень понравилось, здесь очень комфортно. И, не знаю, здесь прям нашлась какое-то свое место, наверное, и поддержку от друзей, которых я здесь завела. Вообще я ехал на стройку не за деньгами. Я ехал именно за эмоциями, за вот этим настроением, весельем, которое я увидел в ребятах на фотографиях, видео. Я поехал, в принципе, это и получил. На космодром проходил отбор. Наш отряд «Эврика» неоднократно становился лучшим в республике. И по результатам предыдущего года выбрали нас, «Эврику», честь нашей республики. Мы там занимались строительством жилфонда для работ, работников ЦЕНКИ, ну, космодрома Восточного, и строительством метеостанции. У нас было 11 отрядов на проекте. Один белорусский, 10 российских. Ну, и работали в парах с квалифицированными специалистами. Выполняли такую же самую работу, какие они, в принципе, были на равных. Это очень ценное движение. Оно учит не только работать, оно учит работать в команде. Оно учит видеть свой труд, ценить свой труд. Оно очень патриотично, потому что ты можешь сравнивать. Ты бываешь в разных уголках своей страны и видишь, ну, что сделано, как много сделано. Они ценят движение, они ценят страну, они любят свою страну. Плюс еще они понимают, что в движении они очень много своих личностных характеристик развили. Это те ребята, которые у нас вырастают в командиров, в каненесаров. Это прям вот серьезная школа лидеров. Это не пустые слова. Это когда взрослому, только-только 18-летнему парню, приходится отвечать за таких же 20-30 человек. Это серьезно, это ответственно, они сразу взрослеют. Часто приходят мамы после вот лета, осени, говорят, сын повзрослел, он приехал другим. Спасибо. Это семья. Это такая родная. Родная семья, родные люди, которые с тобой на одной волне, которые тебя понимают с полузлова, когда ты выходишь на сцену и говоришь, что? Это очень важно, когда комиссария зажигает сердца бойцов. Когда командиры ведут своих ребят к главной цели, к чему-то очень серьезному, очень важному. Ведь главное для командира соответствовать и действовать. Это вот два стимула, два постулата, которым мы учим своих командиров. КОНЕЦ КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok